Вы говорили о загруженности стационаров. Да, я хочу показать госпитальные базы, какая завантажность лижек сегодня у нас в области, есть похожие лекарни. Да, ну вот мы видим с вами, это, в общем-то, как бы 21 больница. Максимальное количество коек по этой больнице регламентировано 250. Мы видим, уже 195 человек лежат на коеках. То есть у нас фактически осталось 55 коек, которые может предоставить сейчас 21 больница. Безусловно, это же влечет за собой и загруженность персонала, это и количество кислородных точек, которые прежде всего участвуют в медикации подобных больных. Потому что мы видим неуклонный рост не только количества инфицированных пациентов, но мы видим неуклонный рост, прежде всего, активных форм. И количество активных форм на сегодняшний день где-то порядка 60, то бишь из 160 это активные формы ковида. Что такое активные формы? Это те формы, которые приводят очень быстро к осложнениям. Вы видите загруженные 46 по 16 больнице. Одним словом, если говорить в процентном соотношении, то на сегодняшний день эти именно две больницы загружены уже где-то на 78-82%. Поэтому мы понимаем о том, что нужно разворачивать новые базы. Поэтому сейчас включаются в работу немножечко другие больницы. Это четвертая, шестая, девятая, одиннадцатая. Но пока они еще официально не утверждены как ковидные базы. И есть там проблема с точки зрения утверждения, потому что эти все больницы должны быть утверждены непосредственно решением комиссии ТЭП ТНС, прежде всего в Киеве. Мы сейчас узгоджуем с городом именно эти изменения. Что касается наших областных учреждений и областной больницы имени Мечникова, то у нас есть еще койки и по больнице Мечникова, и по нашим областным учреждениям. Здесь еще более-менее ситуация прогнозируемая, в том числе и по Кривому Рогу. Но с каждым разом мы понимаем, что ковид растет, и поэтому мы уже прогнозируем на месяц вперед. И, конечно, через месяц мы можем столкнуться с очень серьезной проблемой как коечной, так и кадровой.